Всем ассаламу алейкум, всех рад приветствовать у себя на канале, меня зовут Сираж, не устану я вам это повторять. Для тех людей, кто смотрит без подписки, хотел бы вас попросить обязательно подписаться, поставить лайк и комментарий, потому что я стараюсь именно для вас, ну и конечно для себя, потому что на этом я зарабатываю на купле-продаже, но в то же время и вам показываю, как можно заработать на машинах, на что нужно обращать внимание, по каким ценам нужно брать машины. Вот, в прошлом ролике мы увидели, что я заработал 150 тысяч рублей, просто элементарно, вот здесь купил, вот здесь продал. И все, не более. Это, блин, очень просто, да, в принципе, да, я думаю, если у кого-то из вас есть деньги, вы тоже точно так же можете, да, смотреть на меня, как я это делаю, точно так же покупать и продавать машины. Это, блин, проще простого так, по щелчку, но обязательно всегда я вас попрошу, смотрите на документы, юридическая часть обязательно. Вот, в сегодняшнем ролике я вам покажу машину, которую я уже приобрел, вот минут 30 назад. Это машина, которую любят на всем Северном Кавказе, любит мой друг Мирза, любят таксисты, любят именно те люди, которые хотят ездить и не знать проблем, поломок, и еще очень комфортно и быстро. Ну, комфортно тоже как, да, до диапазона до 2 миллионов рублей это считается комфортно, да, это автомобиль. Да, это Камри 3.5, встречайте. Итак, что нужно вам знать об этом автомобиле? Это 2013 года Камри 3.5, приобрел я ее за 1 миллион 700 тысяч рублей, для кого-то это покажется очень дорого, но с сегодняшним реальными, с сегодняшним рынком это приемлемо. То есть, я 100% знаю, что на этой машине я не уйду в минус, эта машина, у нее заменено только это крыло, либо оно заменено, либо оно просто было по касательному как-то чиркнуто так, и ее просто отполировали, потому что по автотеке только это крыло желтым цветом, и все. Больше абсолютно ничего нет, у этой машины 2 владельца, у нее пробег 200 там с чем-то тысяч километров, максимальная комплектация, салон очень ухоженный. Руль перешита у этой машины, в общем, она стоит этих денег 100%, опять-таки повторюсь, по сегодняшним реальным, у нее стоит бронепленка спереди, вообще такая хозяйская машина, четкая, мотор, коробка, ходовая, все идеально. Этот автомобиль мы приобрели для того, чтобы немного подвигаться по городу, потому что нам нужна была машина, чтобы ездить за другими машинами, чтобы на других машинах тоже могли заработать. В конечном итоге эту машину мы тоже, да, 100% продадим, я думаю, на этой машине заработают там 1100 тоже, да, как минимум заработают, ну, 50-100-100%, 100%. Не, нам клиент пока не нужен, нам пока клиент нужен на нее, потому что нам нужно хотя бы немного подвигаться, ну, естественно, да, если мы найдем что-нибудь другое подвигаться, мы эту машину продадим. Так, всем приятного просмотра, а мы двигаемся дальше. Блин, что мне нравится в этой машине, мне нравится ее руль, как он, ну, красиво так сделан, обшит, и машина тонированная, просто очень тяжело сейчас снимать, потому что свет не падает и так далее. В принципе, да, Camry 35, что можно про нее рассказать, особо ничего кто же про нее не расскажет, вот газ в пол на ней. Буксует! Не, едет она довольно-таки неплохо, вот рельсы, допустим, так мягко она их проехала. Для этого и берут эти машины, поэтому их и любят, да. На этой машине можно ехать, блин, я не знаю, 300-400 км в час, ой, не в час, 300-400 км проехать, если ты нормально обслуживаешь, вовремя массово обменяешь коробки в моторе, не знаешь проблем, да, особо если ты не жаришь эту коробку. На этой машине нельзя, знаете, как есть, так, газ, вот так, газ-тормоз, газ-тормоз, она этого не любит, эта коробка, потому что она перекрывается, сгорает фрикционно, нужно было бублик отдавать на ремонт, ну, это все там в пределах 200 тысяч рублей стоит. Хорошая музыка стоит, на этой машине JBL, по-моему. Что, у нас сейчас есть пару вариантов по машинам, и один из вариантов, эта машина, можно сказать, брошенка, она не нужна своему хозяину, она долгое время стоит, она после ДТП, ее там, я не знаю, по страховке пускали там, или что с ней делали. Либо сейчас, либо вечером мы поедем за этой машиной, и обязательно вам это покажем. Всем приятного просмотра. Сейчас мы на часах, пол третьего ночи, и мне скидывают лисичку. Я почему-то сегодня в инстаграме, в истории сказал то, что, типа, вот сегодня куплю много лисичек, или в общем куплю много лисичек, что-то такое, я сказал, и мне скидывают лисичку. Я тоже не знаю, какого она года, мне просто сказали то, что последний хозяин, ею владел 10 лет. У нее зеленая автотека, она 5-литровая, он черного цвета, не в обвесах, вот, небо работает отлично, сама машина тоже на полном и уверенном ходу. И сейчас я решил не терять времени, так-то этот человек, кто мне ее предложил в инстаграме, он мне сказал завтра вечером. Я говорю, может быть сегодня, и он там в 25 минутах от меня находится. И он говорит, типа, ключи находятся у моего друга, он спит. Ну давай, говорит, приезжай, посмотришь ее внешне, если тебя устраивает, как-нибудь разбудим, говорит, друга, и заберешь машину. И вот я сразу выехал, еду сейчас за Зубаиром, потому что мне нужно будет, чтобы кто-то забрал эту лисичку, да. Вот смотрите, да, такой сонный. Мы знаешь, куда едем? Сираж мне не дает спать, и мы сейчас едем за Мерседесом С220. Пятилитровый, пятилитровый. 5,0 объем. Совершенно верно. Сейчас мы будем крутить его и делать оффроут. Не ожидал такого. Не, не, мы этого не будем. Э, кто такие, что за алкаши у тебя есть во дворе? А? Ты что не следишь за своим двором? Это не мой двор. Расул. Расул, а? Он ответственный. А ты вообще видел фотку? Нет. Вот просто посмотри, сейчас тебе покажу. Нет, пусть для будет живые впечатления о машине. Да? Да. Там знаешь, какой момент, правда? Там этого нету. Включают машину. Мы сейчас сверху посмотрим ее, и он потом ключи должен принести. Ну, если понравится. Так, посмотрели мы машину. Она, ну, там, сям, жучки, подгнившая, да. Она полностью освеженная. И ее, в принципе, еще раз освежать тоже нужно. Вот, и завтра я у меня подробно покажу. Сейчас они ее не смогли открыть. Вот. И завтра днем я сюда вернусь в час дня. Я им сказал, 400 тысяч я ее заберу. 440 тысяч было озвучено. Да. Это по мне. Так, у нас сегодня новый день. Приехал Зубаир на нашей Камре. Камре 35. Салам алейкум. Салам алейкум. Что ты себе купил? Жилет купил? Нет. Что кушал? Что пил? Ну, апельсиновый сок, все дела. Давай поедем к лисичке. А то он уже часа полтора говорит, я уже приехал, жду вас. Я говорю, вот же мы доезжаем. Заведенная, поднятая. Они, по-моему, подготовились, да, к нашему приезду? Раз они там сидят, скорее всего, печка тоже работает. Пойдем посмотрим. Неужели нельзя без этих фокусов? Так, она, короче, заведенная. Какой салончик мы имеем на данную секундочку. О, огур заедает. О, огур заедает. Мафан работает, да? Нет, брат, он не работает. Знаешь почему? Потому что резь с того сюда не ставится, и его-то подсоединять надо. Нет, не, просто это на андроиде вообще. А, да? Он, короче, работал. Если вот это, видишь, кнопка маленькая, есть у нас, рецепт, делаешь, он что-то, короче, начинает моргать. Что, открыть тебе дверь, открыто. Прикиньте, да? Это какого года машина? 2001. В 2001 году такой, бывает же, уважаемый человек сидел на этой машине, там, на заднем ряду. И просто передвигался в то время, пока его водитель вот так баранку крутил. Что-то у меня закусывает чуть-чуть. Музыка базе, но она там не важна, потому что у нас магнитофон не работает. На что я надеялся, в принципе. Такая, да, везде, рыжики-пыжики. Ну, блин, насадки мне нравятся такие четкие, ровные, да? Лиски тоже неплохие. На крыше вот такой момент. Анда, я газон, ты посмотри. Посмотри. Мина масляная, не понятно. А? Мина масляная. Да? И что думаешь? Это аромат, ни с чем не спутаешь. И что думаешь? 250. Ну, реально, что думаешь, Зубик? Да, все будет. Скорее всего, это масса съемная, потому что она не зайдет, но она стояла. И масса съемная. А рулю так сделает, он закусывает. Закрой капот, давайте, да, круг сделаем на ней. Как-никак, это и скласс. Уже не те времена. Она тронулась, это уже хорошо. Колеса накачали, да? Да. Она пойдет, берналт делает. Что? Делает, делает. Хозяин сразу занервничал. Уверенно делает. Там, смотри, короче, немного этот подтекает, вот, гидроусилитель. А, ты имеешь в виду гидроусилителя руля? Да, да, да. Ну, он из этого и закусывает. Ага, минус 40 тысяч. Ага, ну, что, нет. И вот это АПС полно, короче, у СТН. А тормозов тоже нет. Нет, тормоза от АМГ все в группе стоят. Но не работает. У нее, короче, мастер загоняли. К ребенку, короче, АПС есть. Она может отказать, она может отказать, я тебе серьезно говорю. Да? Да, вот так же в аэропорту залетели на кольцо. Ты же в аэропорте когда? Нет. Почему? Нет, я тебе с кому сказал. Ты не бывает, что... Свераешь. Сюда смотри. И сюда так. Солит. Шторм. Вот у нас с большим, короче, скоростям. И работает. Первая машина у меня в 16 лет была. Это приора, да, хэтчбек, там, полный люк, все дела свежоковые. Мне родители купили, чтобы я там, ну, отец купил, чтобы я маму на базар возил и так далее. Чтобы она просто от него отстала. Потом, мне исполнилось 18-19 лет, у моего дяди была в гараже брабусовская леса, 6-литровая. Вот, она полностью все выехала, по-безу, все брабус был. Руль брабусовский с этим, анатомический руль, все дела. Вот. И она как отваливала, она вот так стрелку вложила, 5 секунд просто. Все кинты, все в... Он в городе все издали. Помнишь, когда Хабиб выиграл Макгрегора? На 26 леса крутилась. Все суету подняла, это моя леса была. И этот, это моя, считай, первая машина была 6-литровая, в 12 леса, прикинь, 18-19 лет. Мне когда Дяхан говорил, дядя, эй, тебе не нужна эта машина? Я говорю, да она мне нужна, и прикинь, я два года, она у меня была, но у меня параллельно, потом другие машины тоже были. Вот. Она у меня два года была, я вообще никаких бед не знал с ней. Ну и, скорее всего, я у дяди ее взял, потому что он сам этот мастер. И он этот, все, она, да, она в идеале была. Из-за того, что я один раз ее крутил, у меня ремень порвался. Вот, у меня ремень порвался. Я ее не перегрел, ничего, просто загнал ремень, все это, что поставили. Я говорю, давайте полностью двигатель обслужим мой, короче, все резинки, прокладки, маслосъемные, все поменяем в машине. Просто из-за того, что она не ломалась, мне хотелось в нее деньги вложить. Я там тысяч, наверное, 300 обложил в эту машину, прикинь. Что так? Не любишь деньги? Так, на машине есть запрет, и вот его оплатили 128 тысяч. Да, вместе с годовым налогом на этот год именно. Он же пока, а, он ее что-то и так снять не может. Короче, ты, если что, за запрет отвечаешь, да? И эти чеки тоже скинешь, да, мне? Короче, у нее зеленая автотека, вся крашена, вся в жучках, да? Не, реально, брат, только 400 тысяч. 400 неинтересно. Почему неинтересно? Ну, неинтересно, там маленький у меня интерес будет. Это же хорошо, я смотри, машины покупаю по 2 миллиона. Я если там 50-100 заработал, я их сразу до ИС у меня покупают машины. 50-100 я, брат, я даже полтинника с ней, если за 4 бумаги отдам, тебе даже полтинника не сделаю. Ну, брат, она просто вся, ты же видел, вся в жучках. Не-не-не, вся в жучках, вся в жучках. 400 вчера разговор был. Я тебе сказал, я поговорю с ним, 400 точно нет. Почему нет? А Кум еще взял оригинальный марсетен. Да он же сказал, что он кончен. Она заводится сразу, да? Не садится? А где колесо ее? Вот там. Вот там. Это диск, да? А резины нету, да? Да, резины там. А, он сейчас тоже треснутый. Да-да, брат, тут диск. Вон там еще треснутый. Нет смысла его даже. Ой-ей. А ну, она вся вот такая, понимаешь? Вот тормоза АМГ все. Это дает накладки на это? Не-не-не. Вот Мерседес хотят мне продать, старый, думаю. Нужен? Нужен? Это, брат, соседка моя. Почему на металлом? Так части какие у Мерседеса? Дорогие. Я вон на Тойоте, на Японской езжу, там дешево. Да ладно, а чем вот это говно покупать? Я к нашим советским машинам. Я, кстати, все-таки загляну. Мне взять, не пил, не выпросил. Эй, брат, что-то я передумал. Немного я передумал. Она, говорят, металлом, говорит, не нужен, говорит. Он четыре бумаги не хочет, прикинь. Эй, реально, брат. Четыре бумаги, ты же тоже здесь заработаешь. Какой разговор был? Ты сказал мне, ты сказал, я тебе сказал 400 тысяч, ты сказал, я с ним поговорю. Ты сказал, просто мне надо десятку накинуть, пацану. Я не отдал, по-любому, типа. Он так говорил вчера. 400 я по-любому не отдал. Я спал там, я первого знаю. Эй, а сколько ты хочешь за нее? 420, брат, я хочу. 440 цена, 420 ты хочешь. 20 тысяч только скинул. На то, что она вся огневая. Ну, какого вся огневая? Она, брат, новая почти. Ладно, 410 поедем. Десятку этом, пацану, накинем и все. Давай, мне все видео пересмотрел. Я знаю, как что-то торгу выделить. Не, не, давай, реально. Я сразу готов к этому выделю. Не, я отвечаю, ты же Мирзу знаешь? Уверь. Он мне сказал, больше четырех бумаг есть, просит, не забирайте. Отвечаю, говорю. Вот, давай сейчас наберем просто, смотри. Алло, Мирзана. Ты сейчас на ютубе, и здесь вот пацаны стоят, они тебя тоже знают по поводу этой лисички. По поводу этой лисички я говорю. Ты мне сказал, за сколько, если ее не отдают, не брать? Видишь, брат, я же, честно, ты думал, я тебя обманываю? Он хочет двадцатку сверху, я ему говорю, хорошо, ты хочешь двадцатку сверху, эти десять тысяч дам и расход, это же нормальная тема. А? И он, говорю, хочет еще двадцатку сверху, я ему говорю, десять тысяч еще даю и расход. Это же нормальная тема. Да. На братской волне еще, прикинь? Мы еще расходимся братьями. Реклама нужна будет, можешь обратиться. Тем более... Тем более его соседка сказала, я эту машину знаю, это дерьмо, не берите ее, она на металлолом только. Его соседка сказала, прикинь, все, давай, Мирзан, я думаю, сейчас, короче, по рукам дадим, разойдемся, пацан тоже, наверное, 410 отдаст, он сейчас не будет за десять тысяч стоять. Таким хорошим парням. Конечно. А когда нет, давай. Что, брат, 410? 415, короче. Брат, смотри, ты 420 сказал, я 400 хотел. Давай, я говорю, по 410, я тебе 10 накину. 440 мне предложили ее. Ну, они неправильно ценят, тебе просто скрин скинули. Ну, 440. 440, это из-за того, что нам здесь все висело. Я тебе отвечаю, ты увидишь, лисичку мы за 140 купили. Там, типа, и так, откидываем, 410 на карман и все. Там, типа, по-любому надо. Не, смотри, 410 мы вам даем, там, типа, 5 рублей даете, я сам с ним поговорю за эти 5 рублей, если надо. Я вам скажу, брат, тебе 5 рублей, давай-то сделаем, и все, 410 я тебе даю, 5 рублей ему дадите и все. Мне 410 даже на карман. Вот 415. Чего будет, если у тебя 405 на кармане будет? Меньше будет. Мы же не будем сейчас за 5 тысяч. Вот ты 420 хотел, брат, я 400 хотел. Я говорю, давай, ладно, 10 накину, половина то, что ты хотел, половина то, что я хотел, пополам сделали. Мужчинский разговор, как звали тебя? Илья. Илья, мужчина вот здесь, который живет, где карамелька, магазин. Что, перекидываем? Короче, у нас гонка. Камри 3.5 против Лисы 5.0. Сейчас проверим, что быстрее и развеем миф, то, что Камри 3.5 быстрее 5-литровой Лисички. Там 249 лошадок, здесь 306. Но там 2013 год, а здесь 2001, и она огромная баржа. Давай на зеленый сигнал. Раз, два, три. Просто наказываю, наказываю. А Лиса-то идет. Я что, забуксовался сначала? Это было наказание младенца. Давай на счет три. Раз, два, три. Она буксует. Наказание! Наказываю. Она буксует. Все-таки, Мерседес, хоть он старый, хоть он древний, хоть у него тяжело закрывается стекло, он прет. Пятилитровый двигатель, просто один из самых лучших двигателей, которые вообще придумали. Камри проиграла, зато нам комфортнее. Камри не для гонок, а спокойной езды. У него может полбашки не работать, но этот двигатель будет ехать. Она вот такая машина, у него может там не работать две-три катушки. Могут быть конченые свечи, она даже троить не будет и будет ехать. Ей вообще все равно, на все обстоятельства, она будет тебя вести туда, куда тебе надо. Столько времени, сколько тебе понадобится. Но это было не на каком-то режиме, это просто вот так вот. Так-то можно с ручки лучше поехать, но я не смогу снимать и переключать одновременно. Да, по электронике может что-то быть, по пневме и так далее в этом Мерседесе, но никак не по мотору пятилитровому. Это, блин, ну, гадалки не ходи просто. Мерлин Монро, как сладкое вино, Ты хочешь одного, и я устрою нам кино. Ты как Мерлин Монро, как сладкое вино, Ты хочешь одного, и я устрою нам кино. Так, сейчас позвоню я Алану, понтанусь, потому что у меня есть S-класс. Это надо выключить, чтобы он не подумал, что у нас ошибка есть. Алан, салам алейкум. Салам алейкум, салам я видел. Как тебе S-класс без ошибок? Вот, а я тебе не показываю, да? Прикинь, вот. Да ну ты S-ку сделал. Без ошибок, прикинь. Что за год, брат? Духтысячи первые. Да не, я тоже S-ку взял, брат, без единой ошибки. Покажи. Это 23-й год. Где ее там? С ней что? Брат, вот здесь, без единой ошибки нету. Потому что там табло нету, брат. А, из-за этого? Да. Здесь ошибки все показывают. Так, да, есть класс. Нормально? Да, давай встречаемся, тянем. Давай, сейчас наберемся. Не знаю, это без ошибок. Давай. Связь. Это S-класс, детка. Прикинь, присутствует за 2001 год. Сейчас мы что делаем? Можно повозиться с ней. Можно затонировать, помыть, подмазать все косички. Но можно все это не делать. Просто не мыть машину, не тонировать, не подмазывать косички. Мы ее купили за 410 тысяч рублей. Мы можем ее просто сейчас взять, наш телеграм-канал выложить за 520, скинуть там 20 тысяч и отдать ее. Ну, возможно, к нам кто-нибудь позвонит. Нам просто сейчас нужно ехать по делам, очень срочным. И на машину сейчас времени нет. Возможно, пока мы делаем дела, к нам позвонят. А если к нам не позвонят, то мы уже займемся этой машиной. Сделаем пару моментов и будем ее продавать. Ну, что скажете? Так, друзья, это снова наша Камри. И у нас включение. К нам отправили ключи с Махачкалой. Мы их встретили в Шереметьево. Пошел снег неожиданно. Мы на летней резине. И мы едем покупать машину. Ну, мы ее, вернее, купили или не купили, непонятно. Нам ключи скинули. Нам дали... Мы купили аккумулятор. Там, по идее, должна быть сотка. Мы купили 65-ку. Взяли сразу 2 литра масла. Взяли антифриз, взяли ключ на 10, плоскогубцы. Все, что нужно для старого... Чего? Мерседеса немецкого. Все, мы взяли, чтобы обратно в магазин не возвращаться. И сейчас мы вам покажем, зачем мы едем в час ночи, за какой машиной. Ты умеешь вообще ездить? У тебя права есть? Нет. Как нет? Нет. МВД Москвы. Примите, пожалуйста, меры у маленького мальчика. Нету прав. А так снег пошел неожиданно. Один вообще кинь-то... Нажди. Ого. Давай, давай, давай. Ты не умеешь, что ли? Ты что, на санках только умеешь, что ли? А быстро вот так вот отключайся. Все. Можно не отключать больше. Ну что, друзья, мы подъехали к машине. Я сейчас смотрю на нее и просто не понимаю. Во-первых, мы ее, скорее всего, отцу забрать сейчас не сможем. Нам понадобится эвакуатор. Во-вторых, я на нее смотрю и думаю, она вообще, блин, поедет, да, или что вообще? Что это такое? В общем, машина стояла долгое время. Год, полтора, но вот здесь на этом месте стояла. Что много говорить? Встречайте. Так, раз, вот, да. Первая лисичка-ристаллик у нас, говоришь? А эти подушки-то сними. Ух, блин. А что с ней вообще произошло? Ее запустили по страховке, да? Нет. А ну давай засунь ключ, посмотрим, что она, среагирует что-нибудь или нет? Нет? А может быть, как на семерках руль заблокирован? Да, я шучу. Пойдем сразу багажник открывать. Подходит. Это же рестайльник, брат, это не дорейс какой-то. Влево крутить надо, брат. Прокручивает? Здесь механической кнопки нет. Есть, брат. Ну, убери руку. Вот, вот он. Вот сейчас она. Подергай вниз этот. Не, его вот так, да. Так, своими мощными руками у меня получилось это сделать. Идем, помоги. А что она не тянет? Потяни просто вверх его. Что-то поставить надо. Ой, блин, вон провода есть. Провода есть, ебка. Так, и 60-ка там уже стоит. Давай, этот, антифриз заливаем. Залей сразу литр, да, и все. Красная, и сколько красных. Серьезно? Ну, ничего страшного, зеленый залей. И этот, просто литр добавь его сразу. Так, мы предусмотрительны. Купили сразу антифриз, 2 литра. Но там красный, но мы заливаем зеленый. Ничего страшного. Это, кстати, рестайлинговая лиса, 2003 год. 5 литров. У нас уже есть такая лиса. Только у нас серый салон, и она дорест. У нее, кстати, АМГ диски. Long rest. Красивая, на самом деле. Но здесь вот такой печальный момент. Нормально вытащили с нее бабок. И что, не вытащили? Отказ? Блин, еще и отказ. Так, мы залили 2 литра масла, 2 литра антифриза. И момент истины. 65-ка, мало ей. Но он крутит. Это хорошо. Может, сразу к нам подгоним, прикурить его поставим? Давай. Так, мы съездили на заправку и взяли быстрый старт. Быстрый старт предназначен для того, чтобы его брызнуть на этот... Как он назывался? На ДМРВ. И она просто ее заведет. Но, возможно, она просто продолжит работать. Но, по идее, завести должна ее ломать. Не надо. А надо завести машину, а не ломать. Смотри, сухой двигатель. Знаешь, почему он сухой? Потому что он год стоял здесь. Хотя вон там трубка в масле. А, ну давай. Во! Дави газ! Газ, держи! Держи газ! Держишь газ? Видишь, она начала моргать, брат, эта машина. Потому что моргает. Это очка моргает. Если брызгать, перестать она затормозиться, да? Прикиньте, завелась она. Если нет. Он брызгает, да. У нее тока не хватает, брат. А ну, перестань брызгать. Держи газ. Нет, нет, глохтый. Во! Сейчас держится. Давайте так оставим ее поработать. Ненадолго. Можно к небу поднимется. Там надо... Интересно, там в буре есть масло? В очке это. Там же двухконтурный. Это гидронасос. Так как у нее есть газ, мы скинули, получается, клемма, держали кнопку и завели машину на газу. И сейчас она работает на газу. Но редуктор, значит, не замерзший у нее. Но он может замерзнуть. На газу заводится, значит, нормально все. Тоже работает гур. Значит, там жидкость есть. Блин, газ закончился. Не обессуй газ. Буду вот так держать до талого газа ее, пока она не согреется. Да. Но она держится пока. Газ-то давно уже моргает. Не, она после того, как записала, она закончила полно. Ну, пока же она держится. Так, мы хотим поднять машину. Сейчас проверим у нее гидроподвеска. Я знаю, что на гидроподвеске у меня же была лисичка. Надо назад, вперед чуть дать, немного. И она, бун-к, резко машину должна поднять. На, держите телефон, давай попробуем это сделать. Она больше-менее садилась, пошла на 60 градусов. Там же... Сразу ее выгнать, как-то поставить, чтобы удобно забирать было, подключать что-нибудь. Да, ее так тоже удобно, этот, как-то. Подожди, а то, как все, посмотрим, в каком состоянии. Просто, что мы делаем в 4 часа ночи. Но, мы приехали. Мы ее завели. Залили масло, антифриз. Пускай чем нам удалось ее завести. Поставили новый аккумулятор. После этого, на газу мы ее завели. И дальше она сейчас работает на бензине. Как мы это сделали? Как нам это удалось? И вот сейчас она едет своим ходом. С кривым колесом. С кривым рычагом. Но она передвигается. Вот это я называю кайф. Приехали, машину откопали. Она там уже вся в этом. Она уже вся в плесени, эта машина. Но мы сделали свою работу и выполнили задачу. Сейчас мы ждем эвакуатор, который приедет через 20 минут. А для чего мы вперед-назад ездим? Мы пытаемся, чтобы гидроподвеска заработала и машина поднялась. Реально это кайф. Вот так возрождать машины. Вот так давать им новую жизнь. По кайфу на душе, что это смогли сделать мы. Дальше мы постараемся ее достать. Сегодня новый день. Мы приехали к лисе. Вчера ночью ее выгрузили рядом с сервисом. А теперь нужно ее снова завести. Она не заводится. Мы ее прикуривали. Не получается. Нужно завести и загнать в сервис. Как-нибудь его туда затолкать. Наши действия сейчас растут. Мы сейчас обратно постараемся ее быстрым стартом оживить. Завести. Но вчера она у нас получилась на газе ее завести. Вчера получилось на газе ее завести. Может баллон газа привезешь сюда? Да. Но у нас есть крайний случай. Мы об рычаг зацепим. Ее зацепим об джиэл. И затащим ее в сервис. Так. Мы решили ее зацепить об швеллер. Об джиэл. Молодец. Давай. Почисти себе лобовое, да? Думаю что? Так, оставляем эту лису в сервисе. Мы сказали мастеру то, что что нам необходимо, нам нужно, чтобы у нас колесо было ровное. Поменять рычаг, поднять машину и с мотором разобраться, чтобы она заводилась. Там катушки, свечи, что нужно сделать. Чтобы она была на ходу, ровная, четкая. Встала и ровные колеса были. Скорее всего пару дней он это сделает. И через пару дней мы покажем вам готовый результат. А дальше мы идем заниматься другими своими делами. Так, это наша Камри. И мы направляемся к автовозу, потому что мы продали эту машину. Заработали с нее там около 47 тысяч рублей. Сейчас я вам чуть более скажу точно. Машину нас забрали в Дагестан. Забрал родственник Зубика, Зубаира. И надеюсь она ему будет служить долго, верно. И он будет счастлив. А мы едем с Расулом на Киа-Рио. Тебе откуда Киа-Рио, скажи-то? Для души. Для души? Вот эту вещь сними, да, оплетку. Блин, я не люблю, когда вот такие вещи на машину ставят. Я тебе сам поставлю. Зачем? Ты что, таксуешь на ней? Так, друзья, хотел вам сказать то, что не успел я заснять. Ночью, получается, подъехал тот человек Азамат. Я его уже знаю. До этого мы тоже с ним ездили вместе. И как раз-таки тоже лисичку покупали. Подъехал ночью и без всяких вопросов. Он говорит, я просто покупаю эту лисичку твою, которая была зеленой автотекой и так далее. Вот эту лисичку он у меня выкупил за 470 тысяч рублей. На, брат. Сейчас он говорит, дайте вторую лисичку. Тоже я знаю то, что у вас есть вторая лисичка. Я, типа, видел это в историях и так далее. То, что вы ее взяли. Дайте мне ее. Мы говорим, мы хотим ее восстановить, да, снять там, показать подписчикам. Говорит, нет, дайте, да, я ее заберу. Просто, говорит, вы ее восстановите, потом вы будете дорого ее продавать. Я, говорит, сам хочу ее восстановить. Я сам хочу всем заняться. Продайте, говорит, мне. И вот он приехал в сервис. А нам просто, это тоже выгодно, знаете почему? Потому что нам сказали, через неделю только начнут делать эту машину. Поэтому, чтобы неделю тоже она не простаивала. И чтобы этот ролик не простаивал неделю, нам, ну, лучше будет ему отдать эту машину. Вот. И сейчас он ее смотрит. Если мы договоримся по цене, он ее тоже забирает. Но, но, к нам едет еще одна лисичка. И она едет в Синькушетии. И ее я вам тоже покажу. Не, а так, брат, она идеальная. Ты не смотри на эти моменты, она идеальная сама по себе машина. Новая, да? Да, как новая. Это тоже, ну, типа завода было. Можно даже где-то стоит. Это гистроник. Гистроник стоит? Да, реально он стоит. А, пятого года. Здесь ничего не было особо. Видишь, вся сторона целая. Вот только вон там. Она поднялась? Нет. Когда вы завели? Нет, потому что у нее вон тот рычаг кривой. Мы подумали, из-за этого она и не поднялась. Компенсор работал? Гудел? Это же гидро. Но надо смотреть внимательнее. Так, друзья, Азамат поговорил с мастером. Он посмотрел машину, все его устроило. Все, 320 тысяч по рукам. Я продал. Все, лисички, когда у вас есть лисички, звоните. А, нет, звоните ко мне, а я потом позвоню к Азамату. Ну что, сегодня новый день. И мы выехали с моим другом Расулом. Он в футболке, потому что в Москве превосходная погода. Я удивлен. Обычно в такое время года уже полным ходом снег идет. А он здесь и был, в принципе, да, просто он ушел. И мы сейчас едем к Химке. И едем мы за Мерседесом. Ешка на Авито. Нашел Ешку, думаю. Так как бы Камри отдали, мы хотели, ну, ездить на ней, хотели каждый день. И я нашел такую Ешку дизельную. Она стоит на Авито 590 тысяч рублей. 2003 года. 3,2 дизель. Вроде бы неплохая, такая свеженькая. На Амк-дисках она. И сейчас я намереваюсь ее забрать. Там тысяч 30-40, думаю, скинет нам человек. И мы заберем эту машину и подвигаемся немного на ней. Потому что в Москве постоянно нужно управлять машину. Такая по горбам не пьющая, на которой можно любую точку. В России, Москве, в области поехать без проблем. Чтобы она была на полном и уверенном ходу. А то постоянно проходится на Джейле выезжать или Расула просить на Киаре уехать. Так, мы стоим возле машины. В таком вот она виде. Здесь на капоте чуть есть косячок. Диски у нее четкие. По кузову она вся ровная, без особых каких-то проблем. Единственное, это мелочь вообще абсолютно. Такой салончик у нее кожаный. Здесь вот чуть перешить надо. А так, в принципе, она нормальная. Но больше всего вся ситуация меня очень сильно развеселила, которая вокруг этой машины. Это человек, кто ее продает. Я ему говорю, типа, я приеду за машиной, через час буду. Он мне говорит, окей. Потом я ему пишу, через 30 минут буду, через 10, через 15 минут буду и так далее. Он говорит, хорошо, я приезжаю к нему. Он здесь работает парикмахером. И он мне говорит, что через 10 минут я выйду. Сейчас там кому-то укладку доделаю и выйду. Я говорю, окей. Получается, там за углом где-то он был. Выезжаю, я подъезжаю к нему. Там еще 4 ребята стоят. И они говорят, что они тоже хотят купить машину. Цена машины была 590 тысяч рублей. И я говорю, а вы, типа, уже смотрели машину? Они говорят, да. Я говорю, а почему, говорю, тогда не забрали? Он говорит, потому что они там подумать уехали и так далее. И только сейчас приехали. Я говорю, а надо было залог скинуть за машину. Если вы залог не скинули, я точно так же, как и вы, подъехал сюда. Кто забирает, тот забирает. И спрашиваю у него, у хозяина, а почему ты отдаешь эту машину? Он говорит, 400 тысяч. Получается, эти ребята еще за меня торговали с 590 до 400. Я думал, там 1030 скинут с этой машины и все. Но в итоге эта машина 400 тысяч рублей стоит. И там такой момент стал, что он говорит, мне раньше нету кому. Кто дает первые бабки, того и машина. И получается, я говорю, все, я тебе перевожу. И в этот момент, когда я перевожу к ним, он отправил Зубаиру номер телефона, чтобы он перевел у него на карте мои деньги. И в этот момент, получается, они вытаскивают наличку и говорят, вот мы первые дали. Я думаю, такой злой, блин, ну хорошо, думаю. Такой злой, стою, кипит все. Ну думаю, ну ладно, да. Сейчас приколимся. И он считает и говорит, что, пацаны, прикалываете, здесь 270 тысяч. И они говорят, типа, сейчас мы остальное переведем. А Зубаир уже в это время перевел к нему на карту. Я говорю, вот, братуха, к тебе уже перевели деньги, они у тебя на карте. И он говорит, все, машина твоя, и отдают мне ее, прикинь. В этот момент он забирает ПТС, забирает ключи, и мы забираем эту машину. И эти пацаны говорят, типа, некрасиво. Я говорю, вы же сказали, кто первые бабки дает, того и машина. И вы же дали деньги, но не дали всю сумму. А я ее перевел, поэтому моя машина, все по-честному, все по-правилам. Даже, мы же честно поступили. Эта машина на аннулированном учете. Сейчас мы хотим вызвать эвакуатор, и на эвакуатор ее отправить, что самому на ней ехать. В принципе, да, неплохая машина, я думаю, я ее сегодня же сбагаю просто. Я не знал, что она на аннулированном учете, я бы хотел попытаться на ней. Немного там по делам всяким, есть машины смотреть. Но раз на аннулированном, то сегодня же она, видимо, выйдет на продажу. Ну, машину к ближайшему торговому центру, оставляю ее здесь. И уже скинул Азамату. Он говорит, все, я покупаю 470, оставлю машину там, я приеду, посмотрю и 470 и скину. Я говорю, все окей, 70 тысяч на ровном месте. Как тебе такое, Илон Рассул? Я тебе накрою бы. Не, я тебе полный бак залю. Хорошо? Так тоже моментом красиво делаем. С нами. Едем дальше. Ну что, наступил вечер, и мы приехали в то место, где базируются автовозы. Вот сейчас мы видим, по-моему, ослепляешь ты меня. Мы видим, по-моему, лесок, которое к нам приехало. Честно говоря, эта леса отличается от всех. Это более человеческое в том плане, да, но по виду. Она, у нее пружины, она занижена, она в индивидуальном цвете, она почти вся в АМГ-обвесе, она на блинах АМГ-шных. Она такая, да, симпотная. 4,3 по документам, 5-литровый, контрактный, гильзованный, двигательный. Так, что может быть, когда покупаешь первого года машину? Конечно же, аккумулятор Севшин. Второй раз уже прикуриваем ее. Да, уже, да что-то, ЧП. Еле как завелся, все моргает, тухнет, фары тоже моргают, тухнут. Не знаю, как сейчас я буду ехать по МКАДу. Может быть, сразу новый аккумулятор купить на нее. Не знаю даже. Главное, чтобы нигде не заглохло, потому что у меня нету этого. Блин, ну что-то так, что-то. У меня нету, потому что проводов. О, газ давлю, все четко. Нормально она этот вводит, и все четко. Как раз отпускаю, начинает все моргать. Нормального тока нету. Все, я поправил клемму. Сейчас я на уверенном ходу уже еду. А ну проверим, музычка есть у нас. Так, сейчас что происходит? Ешку я оставлял на парковке, как вы знаете, и Азамат ее посмотрел. И потом Азамат увидел, что я пригнал эту эску серого цвета. И теперь он меня просит продать до мне эску. Я говорю, нет, эску я не продаю, я ее буду делать. Он говорит, хорошо, ты ее делай, но я ее покупаю. Давай, говорит, я ее куплю, а не ешку. Я говорю, все, ладно, ешку отправь ко мне. Говорю, на эвакуаторе. Вот эвакуатор приехал. И сейчас пацаны приехали, кто хочет посмотреть, ешку ее закинул в телеграм-канал. У нас 490 тысяч рублей, кто сегодня заберет. Сейчас посмотрим, они посмотрят машину. Что к чему? Вот эвакуатор. Эвакуатор обошелся 7 тысяч рублей. Так, эти ребята что-то минуту посмотрели, они захотели брать эту машину. Не знаю, у них какой-то экспертный взгляд, походу, да, который за минуту решает все. Но они побоялись, скорее всего, того, что она без номеров. Потому что у них исключительно этот вопрос, что у нее что-то нет номеров. Я говорю, ну да, что-то с ней та же. А, блин, а мы как поедем? Я им объяснил, как поехать, но они не захотели. Поэтому ждем завтрашнего дня. Ждем завтрашнего дня и завтра уже включимся. Ну что, сегодня новый день. Подошел как к машине. Вижу то, что она в превосходном состоянии. Ну, она мне реально нравится. И вот с утра пораньше. Одна тоже приехала. Она говорит, отдай, отдай мне эту машину. Я говорю, не, не, как с другими, не прокатит. Эту я не отдаю тебе. Сейчас я хочу купить на нее аккумулятор. Загнать ее на малярку. Все эти моменты покрасить на ней. Сейчас я вам покажу это все. Он дай рассолк. Все вот эти моменты, которые уже подготовлены, зашпаклеванные, я на ней покрашу. По мне аккумулятор, возможно, лобовой. Но лобовой Азамат говорит на ней то, что оригинал стоит. Посмотрите, спереди она, да, как новая машина. Ну, если на фары смотреть и так далее, они отреставрированные. А все вот эти моменты, которые нужно покрасить, мы сейчас загоняем. И будем ее красить. Люк тоже работает. Здесь на двери вот такой вот косяк есть. Это тоже полностью все исправлять будем. Аккумулятор 6 тысяч рублей. Так, приехали мы в малярку. Ассалмалейку. Как дела, брат? Ты скучал по нам? С Ингушетии. Сколько литров? Пять. Пять? Да. Она на пружине? Да. Переделано. Не, они это сделают, я уже предупреждал, говорил. Ассалмалейку. Я могу узнать, у кого я брал, он маляр был. Я могу у него узнать. На ремень, хорошо, капает масло. Надо будет ремень променять, она все, полноса, она уже все, горячая. Да, скажи. А, посмотри. А, вот трубка, смотри, может отсюда. Она прям мокрая. Вот это вода? Это антифризная вода? Нет, антифризная. Да, у него масло здесь, антифризное. Масло он идет здесь на стыке. Отсюда заходит, а в окне. Можете, да? Так, Сардар нам сказал, что он сделает машину идеально. Вообще, мы придем, никаких вопросов абсолютно не будет. Сучу он говорит, что каждую деталь нужно красить целиком, потому что это такой цвет, который попасть сложно. Он, потому что и без лака даже. Да, да. И потому что цвет будет отличаться. А если красить, допустим, до такого перехода, будет видно тоже, это все отличаться будет. Но мы говорим, чтобы он нам покрасил как раз таки не целую деталь, а по половинке, да, где нужно там двери по нижней части, крыло по нижней части. С этой стороны также по нижней части, по кантику. И здесь нижнюю часть, нижнюю часть, а, верхнюю до суды. Так хотим покрасить, но в любом случае, Грид, отличаться будет. Ну, будет, будет, да, что теперь делать? Не полностью же мы не будем красить машину. Здесь полностью красить, из-за, допустим, вот такого дефекта, полностью всю дверь красит, вообще бессмысленная тема. Цена вопроса, самое главное, брат. Все, Сардор нам получается, за 50 тысяч рублей по пояс освежает полностью машину, вот до вот этой линии. Делает нам теплообменник, 50 тысяч рублей, максимум 10 дней, а так 7 дней. Давай, брат, от души. Все, через 7 дней, надеюсь, увидимся. Итак, друзья, у нас немного подзависла эта машина, ну, как немного, это 2 дня. Скорее всего, потому что машина без номеров, люди боятся брать ее, потому что она не на учете. Также у нас спущенное колесо, я никак с этим не разобрался, думаю, просто отдать вот так машину. Ну, если у меня ее сейчас не будет покупать, ну, я ее никуда не выкладывал, кроме как телеграм-канала. Вот, если сейчас ее не будет покупать, я сделаю колесо, я разберусь, почему у нее так мало мощности, да, там газ давишь, она не едет так, как должна ехать. С этим разберусь и уже аккуратно, может быть, даже чуть дороже ее продам. Вот, дело не в этом. Дело в том, что мы загнали лисичку серую на малярку. Это будет длиться около 7 дней, поэтому вы ее увидите в следующей серии. Я думаю, она очень сильно преобразится и продадим мы ее дороже. Купил я ее за 350 тысяч рублей. Мне она обошлась 363 тысячи рублей, там 10 тысяч на автовоз, 3000 на автовоз добавил хозяин, кто продал мне эту лисичку, и слам от души. И 3000 рублей я дал ребятам, которые поехали, ее посмотрели. Это было в Ингушетии, кстати говоря. Вот, в следующей серии вы ее увидите. В этой серии мы, получается, продали две лисички, продали в этой серии и Камбри. Камбри у меня заработок 43 тысячи рублей с Камбри. Продали мы ее лисичку, которая без ДТП была. Я ее продал за 470 тысяч рублей. Там у меня 60 тысяч рублей заработок. Лисичку, которая была после ДТП, продали за 300 тысяч рублей. Купили за 170 плюс 15 тысяч рублей запчасти. Автовоз там все. Ну, короче, с нее 110 тысяч рублей. Чистыми я тоже положил себе в карман. Итого, получается, 110 плюс 60 это 170. 170 плюс 43 это 210 тысяч. Пускай будет, грубо говоря, я заработал за эту серию. Довольно-таки неплохой результат. И все, вам стоит ожидать следующую серию и увидеть, как преобразилась лисичка. Я думаю, это будет неплохо. 50 тысяч рублей мы отдаем за полярку. Ну, в принципе, покрасить по пояс машину это хорошо. Всех тех, кто смотрит меня без подписки, пожалуйста, обязательно подпишитесь на меня. Потому что для меня это очень важно сейчас продолжать снимать контент. На улице бывает холодно, мерзнешь там и так далее. Но ты все равно вытаскиваешь телефон и хочешь показать людям, как можно заработать на машинах деньги. В принципе, этот Мерседес, лисичка, другая лисичка, все с Авито. Просто на Авито нашел, написал, договорился, купил. Я думаю, для вас это очень будет полезно. То, что на таких машинах можно зарабатывать такие вот деньги. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всех обнял.